Ну, почему русская Джулия Робертс? Ну, Света Иванова и Света Иванова. Теперь тебя как в очередях называют? Иногда, кстати, до сих пор Риткой. Наталья Владимировна Бахметьева называют. Вот-вот. Самый дурацкий слух о тебе? Они есть. Пластика, ты ее делала? Вот и началось. Твой самый безумный поступок во имя любви? Дети. Что самого невероятного делали ради тебя? Дети. Ты была мамой прекрасной дочери, но не была замужем. И человек, которого ты любила, официально состоял в браке. Не я первая, не я последняя. Как тебе кажется, какие вообще перспективы сейчас у нашего кино? Люди должны научиться продавать, в том числе, имидж своей страны. В этом нет ничего плохого, но мы это делать не умеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Тюленей или активной? Активной. Плохое настроение, грустная песня или, наоборот, веселая? Без песен. Обычное молоко или альтернативное? Альтернативное. Если вдруг тебе плохо, поделиться или страдать самой? Делиться. С кем? С мужем. Путешествие дикарем или все включено? Дикарем. Сколько спишь? Часов шесть. Любимое время суток? Поздний вечер и ночь. Если есть выбор, полезное или вкусное? Вкусное. Место на земле? Место на земле. Это с чем я себя ассоциирую? Или где я? Любимое место на земле? Дом? Любимый советский актер и актриса? Николай Рыбников. Или Вячеслав Тихонов? Рыбников. Актриса? Маргарита Терехова. Самый любимый советский фильм? Девчата. Фильм, в котором жалко, что сыграла не ты. Ой, их очень много. Это на мой эфира не хватит. Анна Каренина, Джо Райта. Любимый иностранный фильм? Гладиатор. Важнейший пункт твоего райдера? Место для отдыха. Селфи с поклонниками раздражают или радуют? Нет никаких специальных эмоций по этому поводу. Ты всегда соглашаешься фотографироваться? Пару раз я отказалась. Был период, когда мне запрещало фотографироваться с поклонниками старшая дочь. И я очень уважительно к этому относилась. Она очень ревновала, если меня узнавали и просили сфотографироваться. И, как правило, люди с пониманием относились к этому. Но я, видите, даже не сразу вспомнила про это, потому что это уже было давно. И один раз после спектакля я была заплаканная и просто чудовищно выглядела. И на какой-то момент я представила, что потом это где-то все время будет всплывать, и я это буду видеть. И я отказала молодому человеку в селфи, а потом корила себя всю дорогу, потому что представляла, что вдруг он приехал откуда-то издалека. Ты считаешь, что селфи – это часть профессии? Ну да, пожалуй. Самая любимая на сегодня твоя роль в кино? Собор, Маша. Все время думала, что если бы сбежала тогда с Ваней, все равно было бы у меня несколько дней счастья. Начну с того, что я поклонница твоя большая, и что мне безумно нравятся твои работы. Что в театре, что в кино. Когда я залезла в интернет, чтобы посмотреть, а когда ты вообще впервые начала сниматься в кино, я увидела какой-то ошеломительный для себя год, потому что там написано «2004-й». Это твое первое кино. Да, это правда. Представляешь? Правда. И тем более ошеломительным для меня было, что прямо вот сейчас происходит твое первое развернутое интервью. Да. Как такое возможно? Почему? Ну, не знаю. Ну, были какие-то предложения от ваших коллег, конкурентов? Я не знаю. Ну, и на телевидении, и сейчас уже в Ютубе. Ну, наверное, я как-то все время, я не знаю, стесняюсь. Мне кажется, неловко сидеть там про себя три часа говорить. И все остальные были не так настойчивы, как вы. Поэтому я здесь. А как это может быть? Неловко про себя говорить, при том, что это публичная профессия, которая вроде как предполагает. Это элемент пиара. Ну, интервью же были какие-то. Были интервью в печатных изданиях. Но меня всегда пугал такой формат, который появился в какой-то момент на телевидении, как вот такое портретное интервью. Чем пугал? Не знаю. И ответственностью какой-то. Ну, ты скажешь что-то, что фиксирует тебя в конкретный момент времени. А это потом тебе еще там 15 лет будут вспоминать. А опыт-то? Да, вот вы сказали. Да я сказала, я уже изменилась с тех пор. Уже еще много чего сказала. И сделала, и так далее. Как бы меня одновременно и очень интересуют такие фиксации. Мне, например, интересно смотреть интервью со своими коллегами. И относительно меня они так меня немножко настораживают. А ты вообще себя, когда шла в эту профессию, позиционировала как бы внутренне про то, что ты хочешь достичь чего-то, какого-то успеха большого и условно стать звездой? Я, когда только шла в профессию, для меня успех представлялся совсем, может быть, не так, как принято о нем думать. Красные дорожки, Оскар, вот это все. Я поступала, это надо еще понимать, что я поступала в институт в 2002 году, когда наше кино только-только после долгой такой спячки оживало. И да, уже снова эта профессия стала престижной, потому что вышел сериал «Бригада», вышел фильм «Бумер», «Граница таежный роман». И как-то что-то, какая-то движуха появилась, и появились молодые, классные, узнаваемые артисты. Но все равно это было очень далеко от какого-то, я не знаю, гламура. Долливудского стандарта. Совсем мне это так не представлялось. В военных фильмах ты очень хорошо вписываешься, я бы сказала, в картинку. Только поженились, а тут... А что делать? Всем тяжело. Как-то ты смотришь все очень органично, а военные фильмы, снятые современные сегодня, они в каком-то смысле наследуют такому советскому стандарту, как кажется. Когда наследуют, когда не наследуют. Иногда не наследуют, если мы говорим о каких-то плохих примерах. Но тебе вообще старое советское кино близко, не близко? Очень, очень близко. Я его очень люблю. У меня есть ощущение, что это уже что-то очень далекое от нас как раз. Ну, все изменилось. Способ рассказа истории изменился, ритмы изменились. Смыслы, надеюсь, что остались. Но это такое... Мое любимое прошлое. Я очень люблю советское кино. Я посмотрела твою... Так сказать, действительно, какие-то более-менее статьи по поводу тебя, которые мне удалось найти. И довольно часто я находила сравнение то с Джулией Робертс, говорили. Света Иванова – это наша Джулия Робертс, условно говоря. Кто-то сравнивал тебя с Кирой Найтли, и ты даже говорила, что иногда на съемочной площадке, когда ты не знала, что тебе делать, Да, да, у меня была такая шуточка. Я умею делать, да. Подбородок Киры Найтли. Это надо чуть-чуть вперед. Ага, так. Ноздри втянуть и... Но вот то, что наших актрис в целом, ваше поколение, чаще всего сравнивают с иностранными артистками. Как тебе кажется, это естественно, потому что Голливуд победил, или это обидно? Не знаю. Может быть, оно должно быть обидно, но у меня никогда не было какой-то... Я вообще не считаю, что кого-то надо с кем-то сравнивать. Ну, почему русская Джулия Робертс? Ну, Света Иванова и Света Иванова. Мне вообще кажется, такой сомнительной вот эта практика кого-то с кем-то сравнивать. Наверное, есть какие-то ролевые модели, или как это назвать, или какие-то ориентиры. Ну, вот да, наверное, у современного зрителя они находятся чуть менее далеком, как им кажется, от них Голливуде, чем вот в далеком-далеком советском кино. А может быть, просто не родилась какая-нибудь еще одна Маргарита Терехова. Какое кино лично ты смотришь? Ну, наверное, западное больше. Почему так получается? Не знаю, никогда не анализировала это. А надо? А почему это надо анализировать? Интереснее мы не дотягиваем, ну, потому что мы живем в нашей стране, у нас как бы куча событий, куча пластов всяких разных людей, у которых тоже есть огромное количество событий. Почему мы больше смотрим токен? Я думаю, что если анализировать лично мои зрительские пристрастия, в русском кино я работаю, а просмотр какого-то другого кино – это для меня экспириенс. Нет, русское кино я тоже смотрю. И свое собственное смотрю. И когда появляются какие-то яркие проекты, даже те, кто не смотрят русское кино вообще, как они говорят, они все равно на это обращают внимание, не пропускают. У тебя очень банальная, я бы сказала, для актрисы имя и фамилия – Света Иванова. То есть просто таких миллионы. У тебя никогда не было искушения или тебе никто никогда не подсказывал, что надо бы взять псевдоним? Подсказывали много раз. Первый раз режиссер Миша Сигал на съемках фильма «Франс плюс Полина» в шутку предлагал что-нибудь более звучное придумать. Моего партнера звали Адриан Тополь. Ого! И он говорил, давай хотя бы Света Ива. Ну как, что это такое, Иванова? Потом я помню, когда вышел «Дом солнца», Катя Мцетуридзе писала какую-то рецензию очень неплохую на этот фильм. Спасибо большое. Вот так все начинается. Что начинается? Хвалила мою работу. Там была такая фраза, только скажите, пожалуйста, кто-нибудь девочке, что с именем Света и фамилией Иванова она никогда не станет звездой. Потом, не помню еще на съемках какой картины, пиарщики склоняли меня тоже к придумыванию псевдонима. Но тогда это был уже 2010 год, но уже было смешно. Была Иванова, и вдруг что-то поменять. Я никогда ни разу не придумала не себе просто чего-то более звучного, что при этом подходило бы мне. Я знаю много удачных примеров, когда это происходит. Мы все их знаем. Но я ничего не смогла придумать. У меня очень красивые фамилии у обеих бабушек. Одна Покровская, а вторая Демидова. Мне показалось, что это как-то не скромно. Не скромно? Ну, не скромно. Но я была Светой Ивановой, и вдруг я стану Светой Демидова, при том, что уже есть одна чудесная... Алла Демидова. Великая. А Покровская? Покровская тоже. Алла Борисовна Покровская. Алла Борисовна Покровская. Вполне себе есть. Была она на тот момент, да. Но мне казалось, что это какая-то наглость. Боже мой, как много у тебя рассуждений про... Как много у тебя комплексов, я думала, вы скажете. Нет, как много рассуждений про скромно-нескромно. Ты как-то говорила, что ты не считаешь критику нигде. Ну, стараюсь специально этого не делать. Почему? Она тебя ранит? Нет, а зачем? Мне просто не нужно проверять свои ощущения ни по чьим другим ощущениям. А зачем? Без любопытства? У меня нет такого любопытства. То есть самодостаточна? Ну, наверное, да. Ну, то есть... То есть если ты считаешь, что ты сыграла хорошо, никто не дискредитирует этого мнения? Ну, я просто точно знаю, что любое мнение по поводу любого творчества всегда субъективно так же, как и само творчество. Поскольку раньше мы все очень активно вели социальные сети, то там тоже существовала такая возможность отвечать в комментариях. Ты когда-то, как мне казалось, довольно активно там могла... Да, были такие периоды. Да, пообщаться, и даже иногда зарубалась, как мне казалось, с какими-то подписчиками. То есть получается, что не такая уж это неправда, вернее, не такая уж это правда, что мнение людей тебя не сильно интересует. Там никогда не было заруб по поводу мнения. По поводу чего были зарубы? По поводу отстаивания своих личных границ в рамках социальной сети в том числе. Я, например, не люблю, когда меня в социальных сетях называют на ты. Ага. Мне это не нравится. Сейчас начнешь, что я тебя на ты называю? Абсолютно. Окей. Мне не нравится, когда... Там же очень много пассивной агрессии из Сирии. И вы такая худенькая, вас так хочется накормить. Мне это не нравится. Или когда я чувствую какую-то несправедливость. Я помню там не меня, а какую-то мою коллегу в моем профиле начали критиковать. Я зарубилась. Потому что я считаю, что это нечестно. Зачем вы мне пишете про работу моей коллеги? Плохо. Плохо. У вас не хватает смелости написать это ей? Вы хотите у меня это пообсуждать? Мне так не нравится. Ну вот я там такие свои красные линии расставляла. А потом я поняла, что когда так в это включаешься, на это столько энергии уходит. Потому что ты же действительно включаешься, начинаешь там что-то переживать по поводу своих взаимоотношений с какой-то неизвестной женщиной, которая тебе там что-то написала. И ты приняла решение? Я приняла решение этого не делать. Я иногда что-то отвечаю до сих пор. Но, как мне кажется, уже давно не зарубаюсь. Ирина, или слух, или это вообще правда, что ты дальняя родственница девочки с персиками? С персиками нарисованы на картине Серову. Да, но не по крови. То есть это родство некровное, но там какая-то моя тетя вышла замуж когда-то за какого-то ее правнука. Да, это правда. Класс. А ты делала беременные фотосессии? Со второй дочкой, да. Зачем они делаются? Сделала я ее случайно практически, потому что я тоже всегда думала, зачем они делаются. А потом я уезжала рожать дочку в Израиль, я уезжала из Москвы, и вдруг мне захотелось вот себя в этом состоянии зафиксировать. Я подумала, а вдруг это последний раз, когда я беременная. И мне захотелось это. Где теперь эти фотографии? Дома стоят. Стоят? Стоят. Отлично. Говорят, актеры сериала «Тесты на беременность» шутят, что они умеют идеально надержать скальпи в руках и знают тонкости проведения операции. Только какие-то нескромные актеры сериала «Тесты на беременность» так шутят. Конечно, ничего мы идеально, ничего мы там не делаем. Но хоть какие-то представления о медицине у тебя появились? Ну, я так, теоретик. Теоретик с опытом. Ну, так я просто понимаю последовательность действий, какие-то термины, ориентируюсь в них немножко. Ну, это, конечно, все так на уровне изображения. Можно ли определить по форме живота, кто родится? Мне кажется, нет. Но мне все говорили, что не мальчик, мальчик будет. Второй или первый? Со второй говорили, что мальчик. И какой не мальчик? Как проходила вторая беременность, когда уже было столько знаний о беременностях? Нормально проходила. Не было никаких, никакой паранойи? Нет. Что, а вдруг у меня, когда столько наслышанно и столько уже в сценариях вычитано и сыграно? Ну, как раз у нас в сценариях все хорошо заканчивается, как правило. И моя вера в медицину с углублением в эти сериалы, она только крепла. Как тебя изменило материнство? Мне кажется, оно меня сформировало. Уже все, что было до материнства, это как будто бы детство. Как будто с материнством у меня взрослая жизнь началась. А имя сестре своей дала Полина, Мира. Почему? Это имя бабушки моего мужа. Но фигурировали и другие варианты. И вот из всех прочих вариантов она выбрала это имя, потому что это очень важный человек, важная фигура в нашем доме. Полина? Бабушка. А, бабушка. Ну, Полин, конечно, тоже. А Полина, почему вы доверили выбор имени дочери? Ну, она не единолично принимала это решение, но мне было приятно, что она в этом участвует. До какого месяца ты работала беременная? В первый и во второй раз? В первый раз до... Ну, до девятого месяца я репетировала в театре, а во второй раз до... Шестого или седьмого я снималась в фильме «Триггер». Главный совет молодым мамам? Ничего не бояться. Самая классная вещь в материнстве? Дети. Это, конечно, не вещь, но это самое классное, что получается. Самая ужасная вещь в материнстве? Необходимость принимать огромное количество решений. Как ты считаешь, что тебя сделало популярной? С чего начался по-настоящему твой путь? Ну, вот мой путь, он был такой методом ковровой бомбардировки. Я снималась много и везде. Это был мой путь. Осознанный или просто... Осознанный, да. Я знала, что что-нибудь рано или поздно выстрелит. Или это выстрелит? Да. Ну, вот так и получилось. Свет звонят. Привет. Ты Света, да? Я Рита, Света там. Когда меня вот в очередях начали узнавать, вот такая народная любовь, да. Имя... Долго меня все равно называли именем героини. Вы же Ритка. Ритка Лягушонок. Да, это я. А теперь тебя как в очередях называют? Иногда, кстати, до сих пор Риткой. Наталья Владимировна Бахметьева называют. Вот, вот, я думаю, что именно Наталья Владимировна, наверное, в наибольшую степень. Наташенька. Вы же наша Наташенька. Да. Вы из этих, да? Хирург? Нет, что вы, я секретарь. Значит, на машинке стучите? Как бог. Ну, то есть, телевизионные сериалы все-таки приносят любовь? Ну, народную любовь, конечно. И узнаваемость. И узнаваемость. Именно они, да. Давай поговорим про твой сериал «Тест на беременность». Последний сезон состоял из премьеры 4 января вот этого года. Обидно расставаться с образом или через 8 лет его уже невыносимо играть? У меня нету какого-то ощущения расставания. Я с ним расставалась-то несколько раз. Я вообще с ним рассталась после первого сезона, потому что первый сезон не подразумевал никаких продолжений. Это было самодостаточное произведение искусства, и продолжение не планировалось. Поэтому я с ним вполне себе простилась еще тогда. А потом так случилось, что снова встретилась. И снова, и снова. Во-первых, у меня все равно есть какое-то внутреннее ощущение, что это никогда не закончится. А во-вторых, из-за того, что все время узнают в связи именно с этим образом, у меня есть ощущение, что он вообще очень плотный со мной. Даже, может быть, чуть плотнее, чем мне хотелось бы. Почему? Потому что я не хотела бы такой склейки с персонажем. Я все-таки настаиваю на том, что я артистка, и я могу очень много разного. И поэтому мне не хотелось бы такой прямой ассоциации с конкретной ролью. В этом сезоне появилась у вас новая звезда в сериале. Это Кристина Арбакайте. Как тебе было с ней работать? Как был этот опыт? Очень классно. Да? Очень. Я знала, что мне будет классно с ней работать. Почему? Потому что мой муж когда-то снимал старые песни о главном. Так. И он мне сказал, она вот такая. И она оказалась ровно такой, как Джаник мне про нее рассказал. Но, Кристина, не часто работает актрисой. Как тебе с ней было именно профессионально сотрудничать? Мне было очень комфортно. Она такая жадная до всего, что происходит вокруг. И при этом абсолютно такой, как сказать, свой пацан. Она очень как бы... Я думаю, что это тоже опыт многолетний и гастролирования, и выступлений с разными коллективами в разных местах. Она очень чувствует атмосферу, все, что происходит. И очень в секунду стала ее частью. Как будто всегда там и была. Хочу вам представить. Нина Алексеевна с понедельника будет исполнять обязанности заведующей родильного отделения. Ты не испытывала ревности на этот счет, что появилась еще одна такая мощная звезда, которая может даже тебя заслонить в четвертом сезоне? Нет, совсем нет. Тем более, что я точно понимаю и чувствую, что кино — это командная история. И чем мощнее будет команда, чем больше в ней будет звезд, тем лучше для кино. А если для кино, то и для меня. У меня как бы в этом плане нету никакого... Никаких амбиций только солировать. Что самое классное было в команде тест на беременность? Люди вообще. Люди, артисты все. Все, кто делал это кино. Ну, там менялись режиссеры, операторы, сценаристы. Понятно, что команда вся менялась. Там гримеры, костюмеры, но артисты все равно. Мы все очень прикипели друг к другу. Мы все дружим и общаемся. С кем ты подружилась больше всего? С Кириллом, наверное, Гребенщиковым и сынной Степановой. Вот, наверное, они мои самые близкие товарищи. Означает ли это, что вы могли встретиться просто помимо съемок здесь с каким-то большим столом? Нет? С сыной Степановой мы просто довольно близко дружим, и мы встречаемся часто помимо всяких съемок. С Кириллом просто все время общаемся, мы все время на связи. Так еще случилось, что оказалось, что я Кирилла знаю много лет. Его мама преподавала в Авгике на курсе Соловьева, и она меня знала. И как-то она меня так выделяла в институте, и какое-то шефство взяла надо мной одно время. Поэтому это тоже такая неожиданная жизненная связь. А большими компаниями мы собирались, но это все равно было как-то связано с какими-то нашими, с выходом очередного сезона, ну что-то такое. Тяжело всех собрать, потому что все работают много и живут в разных городах. А почему ты выбрала вообще этот сериал когда-то? Тоже по причине того, что, ну... Сценарий первого сезона был прекрасен. Просто он был потрясающий. Невозможно было оторваться его читать. Я помню, что я была на даче тогда, и там не было связи почти нигде. И чтобы закачать следующую серию, мне надо было выйти, подойти на пригорок, к яблони, там как-то найти точку, чтобы закачалась серия. И вот когда я уже там поняла, что я читаю, не могу остановиться, и все, встаю там у этой яблони, ловлю следующую серию, ну просто я поняла, что мне очень интересно. И мне не предлагали таких героинь раньше играть. Я до этого такая была больше в кино голубая героиня, это все-таки противоречивая барышня. И мне очень хотелось вот что-то такое попробовать. Что-нибудь тебя сближает с этим характером, с противоречивой барышней? Да, мне кажется, да, она очень на меня похожа. Ну, понятно, что она уже за столько лет она уже обросла мной, потому что совершенно очевидно, что у нее там мои интонации, и вообще она, сейчас кажется, что я говорю, как сумасшедшая в третьем лице. У нее мое лицо и так далее, и тому подобное. И понятно, что это уже какая-то такая очень крепкая связь. А на тот момент это предложение было очень неожиданным. Вот мне такого не предлагали раньше никогда. И я даже сама себя с трудом представляла, как я вот смогу это сыграть, но мне очень хотелось. А вообще в целом вот эта тенденция делать продолжение, 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 потому что они имеют коммерческий успех. Тебе он в целом кажется обоснованным или когда-то надо, чтобы артист сказал «Все, хорош, не надо, это только ухудшает?» Я понимаю, почему происходит продолжение. И да, я считаю, что в какой-то момент неважно артист или не артист, кто-то должен найти в себе силы сказать «Горшочек не вари, да?» Я думаю, что это надо просто как-то увидеть вовремя, почувствовать. И больно, наверное, кому-то будет, но это нужно сделать. Слушай, меня вообще занимает такой вопрос вот про пиар. Как тебе кажется, у нас вообще с этой областью в нашем кинематографе, поскольку кинематограф это самая такая часть искусства, которая в наибольшей степени связана с пиаром, а вообще пиар, как мы понимаем, абсолютно необходим во всех областях. Как у нас в кинематографе с этим обстоит, в нашем русском кинематографе? Ну, нет какой-то системы. Наверное, в большей степени никак. Ну, то есть артист, каждый сам себе карьер-менеджер и сам за это отвечает. И очень это все происходит у всех по наитию. Ты как бы понимаешь, как ты выстраиваешь себя в медийном пространстве. Ну, наверное, это всегда так было вполне себе спорадически, потому что, наверное, в советские годы все же было очень ограничено и какой-то цензурой, и невозможностью разрешения же получали. Расскажите мне, как это было на выезд за границу на какой-то фестиваль. Могли не отпустить. А ведь это очень важно и для имиджа страны, и для имиджа конкретного артиста, и конкретного режиссера. И это долго было все с какими-то препонами. Вроде бы сейчас уже 30 лет все совсем по-другому. У нас дикое количество кинофестивалей, в первую очередь появилось. Огромное количество красных дорожек, с которых мы видим большое количество всяких фотографий. Ты всегда там блистаешь, почти на всех главных кинофестивалях. Но почему не работает какая-то общая система? У тебя есть свой агент? У меня есть агент, но он, она, не занимается пиаром, наверное, в том виде, вот как мы сейчас его пытаемся препарировать. У меня есть актерский агент, который занимается сведением графиков, поиском работы, переговорами и так далее. Но она не выстраивает твой имидж? Да, потому что никто не выстраивает, ни один агент этого не делает. А ты бы согласилась с тем, чтобы был кто-то, кто тебя бы формировал как звезду, условно говоря. Говорил бы, Света, правильно сейчас появиться там, быть здесь, пройтись там, дать такое интервью, поработать здесь. И тогда ты будешь расти как звезда? Нет. Я заинтересована в хорошей работе. Да, наверное, если бы я была маленькая и вообще не знала, как все это происходит, наверное, мне было бы важно в какой-то момент какие-то советы услышать. Но в то время, когда я начинала, вообще ничего этого не было еще. У нас, мне кажется, вот как это 30 лет назад началось, так это по сей пору. Ну, ты говоришь, ты пришла, когда оно немножечко очнулось, наше русское кино. Сейчас оно вроде более-менее расцветает, но я все не могу никак уловить хоть каких-либо тенденций в нем. Оно как будто очень хаотично. Да, так и есть. Каждый, кто как может. Ну, посмотрите, у нас же кино тоже очень разное. Вот есть сериалы, телевизионные, они тоже очень разные. Есть сериалы прайм-тайма, есть дневной эфир, который рассчитан на женщин, сидящих дома. Есть огромное количество сериалов на платформах, а есть фестивальное кино, а есть, как это называется, мейнстрим, то, что блокбастеры в кино. Оно такое разное, разное, а при этом вроде каждая по своим законам развивается, при этом очень часто в нашей стране его делают одни и те же люди, которые там в этот раз в этой команде, а в этот раз они в этой команде. И, наверное, поэтому все такое чуть-чуть, все такое немножко везде, про все, и нету вот каких-то векторов, про которые вы говорите. А ты никогда не смотрела вот с этой точки зрения на Голливуд, на то, как у них это получается, а почему у них это такая вот звезды так звезды, что за этим стоит какая-то ночь? Я думаю, что за этим стоит, во-первых, огромное количество денег. Ну вот Институт звезд, да, американский, как выкупается звезда студии, и она артистка только этой студии. Она там на зарплате. Студия заинтересована в том, чтобы эта артистка была хороша собой, ухожена, подтянута. В это вкладываются деньги. Ну, у нас такого никогда не было, и я думаю, что не будет никогда. А ты бы пошла к кому-нибудь вот так работать? На зарплату? На зарплату? Вот так? Да. Ну, нет, конечно. Почему? Ну, потому что, во-первых, уже я все сама это сделала себе. Все уже сама себе бесплатно все сделала. А во-вторых, мне сложно это представить, поскольку это вот сейчас мы с вами про это говорим, применительно к нашим реалиям, как про фантастические предлагаемые обстоятельства. Такого быть не может. Потому что я не могу себе представить, чтобы так вдруг у нас случилось. Может, какие-то особенности русской души, я не знаю. Ну, вот отсутствие какой-то системы и структуры. твое мужа вышел в фильм «Вратарь галактики». Он вышел как раз, как я понимаю, в период пандемии. Не просто в период, он был первый фильм, который вышел. Первый фильм, который вышел в период пандемии, когда, собственно, позакрывались все кинотеатры и так далее. Как я понимаю, в результате этого события твой муж оказался на грани банкротства. Ну, во всех случаях, об этом говорили большое количество статей. Ну, условно говоря, с аналитической точки зрения в любом договоре, у любого артиста даже, есть пункт обстоятельства непреодолимой силы. Как правило, это землетрясение или наводнение. И, как выяснилось, пандемия, несмотря на все, что мы про нее знаем, она не является обстоятельством непреодолимой силы. Ее просто не признали в мире везде. Да, вот такой был казус, что юристы всего мира не признали пандемию как обстоятельством непреодолимой силы. Вот, собственно, и все, что мы можем сказать. А сколько разорилось там, не знаю, предприятий, ресторанов, магазинов не пережили пандемию. Ну, это так. Справедливо или нет? Жизнь несправедлива, как говорит герой Шрам в мультфильме «Король лев». В результате фильм провалился в прокате. Да, к сожалению. К моему большому сожалению, потому что он он не нашел своего зрителя. Потому что это детское кино, оно на детей рассчитано. А его пытались препарировать, не знаю, как кино для, не знаю, какой-то совсем другой аудитории. И как-то, ну, видимо, из-за того, что большой бюджет и большие артисты и так далее. А это кино для детей. И все, кто смотрели это кино с детьми, были счастливы. Ну, посмотрела не так многое. К сожалению, да, но я не знаю, я уверена, что у него будет какая-то еще новая жизнь у этого фильма. Так же бывает. Фильм «Бойцовский клуб» когда-то провалился в прокате, если что. Конечно, это всегда обидно, потому что это огромное количество, помимо того, что-то деньги, это огромное количество человека-часов, это огромное количество, там, не знаю, заброшенных на полгода семей, детей, непоходов по врачам и так далее. Любое кино это такой огромный человеческий ресурс. В этом фильме еще твоя дочка снялась, Полина. И я там тоже есть чуть-чуть. Там совсем чуть-чуть, как я понимаю, это тебя. И я и она прям совсем немножечко. Да, это был ее первый опыт. Я думаю, последний. Почему? Ей не понравилось совсем. Она сказала, что быть артисткой это сложно и скучно. Господи! Ей было пять, на нее надели шубу. Мы снимали летом в павильоне на Мосфильме. Понятно, конечно. искусственным снегом, она сидела в шубе и не понимала, зачем надо одно и то же повторять несколько раз и вообще, зачем надо так мучиться? Очень ей не понравилось. С тех пор минуло пять лет и она... Ни разу никаких разговоров. не заводилась. Не изменилась своей точкой зрения. Пока нет. Она часто бывает со мной в театре, ей вообще как бы... Ей этот мир очень интересен, но вот так очень отстраненно. Дружба между мужчиной и женщиной возможно? Возможно. Кто такая Фам Фаталь? Ну, это роковая женщина, но какой-то пример. Что ее делать роковой? Пиар. Что женщина должна держать втайне от мужчины? Все, что считать нужно. Если твой мужчина тебе изменяет? С этим надо что-то делать. Что? Понять, что ты чувствуешь и, исходя из этого, понять, что решить. в отношениях проверять или доверять? Доверять. Ты не ревнивая? Ревнивая, но уверенная в себе. Женская мудрость в чем проявляется? Не знаю. В чем ты лучше всего в доме? Наверное, в настроении каком-то общем. Твой самый безумный поступок во имя любви? Дети. Что самого невероятного делали ради тебя? Дети. Что касается твоего образа, скажем, в восприятии людей или когда заходишь в гугл, чтобы посмотреть, что о тебе смотрят, то, конечно же, там всех интересует твой рост вес и всех интересует твоя личная жизнь как в жизни всякой артистки. Тут, надо сказать, у тебя удивительным образом как бы все так ровно, замечательно, все так как бы ни к чему не придерешься, такая как бы прекрасная биография, и вдруг в какой-то момент там возникает какая-то дихотомия. Потому что есть момент, когда ты родила первого ребенка и долгое время скрывала, так сказать, эти отношения и кто отец этого ребенка, а потом почему-то было сделано максимально публичное объявление. то есть вот эта вот разница, она меня заинтересовала. Почему вы объявили о ваших отношениях с Джаником в 15-м году на вечеринке хеллоу? Мы ни о чем не объявляли, мы просто пришли туда вместе и все. Больше ничего не было. А просто наверное кому-то захотелось, чтобы это было так пушнуто. Ни о чем мы не объявляли. зная меня и если вы знакомы с Джаником, то вы себе можете представить, что уж мы точно ничего не объявляли. Просто пришли вместе. Но приход вместе именно на вечеринку хеллоу в этом был какой-то расчет, что это какое-то заявление публичное, чтобы все успокоились, все все поняли и перестали приставать? Нет, ничего специального в этом точно не было. Я больше скажу, мы раньше где-то вместе бывали. И почему-то не было такого ажиотажа. Поэтому, честно говоря, это было немножко удивительно. Но я думаю, что таким образом может быть и журнал какой-то получил классный инфоповод. Наверное, так это работает в медийном пространстве. Ну, я скажу так, что по тем следам, которые можно отследить сегодня, то это кажется очень осознанной акцией, что просто в один прекрасный день было принято решение максимально ярко и публично заявить себя как пару. Абсолютно нет. Но до того, как это случилось, ты таки могла себя почувствовать голливудской звездой, ты сама об этом пишешь, что когда вот были в интернете опубликованы фотографии, где тебя подловили в обстоятельствах, в которых не хотелось быть сфотографирована, ты себя почувствовала немножко русской Анжелины Джулии, потому что, значит, папарацци за тобой охотились. Папарацци за тобой, да. Ну, понятно, что пошутила, но тем не менее, папарацци за тобой охотились. Это были не папарацци. А кто? Это же просто люди у любого, сейчас, наверное, интернет-портала, тогда, может быть, это тоже был интернет, когда-то была газета с названием «Жизнь», по-моему. Они же, как это сказать, они, это не агентура, конечно, просто за какую-то небольшую сумму, типа 5000 рублей, любой человек может прислать им какое-то изображение. Своё видео или фотографии. То есть это просто люди. Которые находились рядом в аэропорту. Я думаю, что да. Как ты переживала этот момент, когда стало публично известно, что ты встречаешься с Джаником, он на тот момент был женат, и вся эта история стала раскручиваться довольно активно именно в публичном поле? Ну, я переживала за себя в меньшей степени. За него переживала. И за то, что кому-то может быть очень больно и неприятно, что это так вот активно где-то обсуждается. Относительно себя переживала только по поводу того, что неприятно же, когда за тобой подсматривают. Это такое очень, какое-то липкое, почти физическое ощущение. А сам по себе статус, в котором ты на протяжении нескольких лет находилась между небом и землей, когда ты была мамой прекрасной дочери, но не была замужем, и человек, которого ты любила, официально состоял в браке. Так бывает. Не я первая, не я последняя. Тебе легко далось это решение вообще войти в такие отношения и находиться в них? Никакого специального решения. Было очень сильное чувство. А никаких специальных решений не было. Просто вот так складывалось. Знаешь, просто есть люди, которые, знаешь, заранее говорят, женщины, которые говорят, ну я вот точно не попаду в такие отношения. Так со мной нельзя или так со мной можно. Я вот на такое согласна или на такое не согласна? Ты произвешь впечатление человека, который очень точно очерчивает свои границы. Как ты переживала эту ситуацию? Верила ли ты в то, что у нее есть какой-то, условно говоря, счастливый хэппи-энд для тебя? Я была очень счастлива. То есть для меня она не была какой-то... Наверное, она была тяжелой, но она не была... В этом не было никакого отчаяния, что ли. Мне было... Я была очень счастлива. Я была влюблена, любима. Вот и все. Может быть, это какая-то очень наивная позиция, но наивность иногда оберегает от какого-то количества переживаний и терзаний, которые, наверное, тоже были. Вот уже было так давно. Вы познакомились на съемках фильма «Август 8-го». Мама! Мама! Ты мне обещала. А что я такого сказала? Все, понятно. Маму понесло. Маму понесло. А она тебе придуривается. Она придуривается. И меня потрясло, что ты, прочитав сценарий, соврала, что ты умеешь водить машину. Я приврала. Ну, я прям не совсем соврала. Но, во-первых, нас так учили в институте. Серьезно? Нам говорили, что если вы приходите на пробы, вам задают вопрос, умеете ли вы петь, вы должны говорить «да». Умеете ли вы говорить на испанском? «Да». Умеете ли вы стоять на пуантах? «Да». И потом ваша задача сделать так, чтобы это не было враньем. Дальше ты срочно идешь учиться петь, стоять на пуантах и лучше в испанском. И я немножко приврала, что ты умеешь водить машину. Приврала свои способности, потому что на тот момент я уже пыталась учиться не очень успешно. А там не просто надо водить машину. Да. Там надо виртуозно водить машину. Это тебе не пришло в голову, когда ты читала сценарий? Я знала, что я научусь. Я научилась. Как ты этому училась? Ну, ко мне был приставлен тут же каскадер, который должен был отточить мои навыки. Которые и так у тебя были безупречны. и так у меня должны были быть. Он довольно быстро понял, что оттачивать нечего, начинаем с нуля. И он научил меня водить машину. Как быстро ты научилась? Очень быстро. Ну, сколько дней? У меня в Москве до отъезда на съемки было, может, пять занятий. Но они были такие сразу. У меня первое мое занятие было это упражнение «Управляемый занос». На замерзшем озере он стоял, курил мой товарищ Сережа Соколов. Да, я... Занятие. Да, это было мое первое занятие. Ну, вообще-то хорошая расплата за вранье, я бы сказала. Но зато я сразу почувствовала машину. Ну, потому что я знала, где газ, где сцепление, где тормоз. Я все это знала. Просто мне надо было сразу, как с лошадью, надо было сразу почувствовать, что вот мы с машиной один организм. Я очень хорошо вожу машину. То есть, если сейчас тебе придется оказаться в ситуации управляемого заноса, ты... Я, да, ну, я очень... Бывает же, все сталкиваются с ситуацией, когда машина несет, да. И я очень в этой ситуации никогда не паникую и очень неплохо ориентируюсь. Там даже на съемках был момент, когда все испугались, что я расшибусь, потому что я ехала по какой-то проселочной дороге, она еще вся размокла, потому что были дожди. И я была в машине одна, потому что иногда бывает, что ты сидишь, и там каскадер в ногах у тебя валяется, и может, если что, как-то тебя начать спасать. А я была совсем одна, машина огромная, и Джаник рассказывал, что, говорит, мы просто увидели, что машину понесло, а я даже этого не поняла, потому что я довольно быстро с этим справилась. То есть я даже не поняла, что это была какая-то опасная ситуация. А они, оказывается, там думали, что все, что сейчас в дерево куда-нибудь. Как часто тебя вообще в жизни оберегает вот это состояние, что ты даже не поняла? Наверное, часто были такие случаи, когда что-то происходит, а ты даже не понял, что было опасно, страшно или что-то. А Джаник узнал, что ты наврала когда-то? Ну, конечно, узнал, и довольно скоро ему сказали, что, слушай, не, она вообще ничего не умеет. не, ну, я так тоже, это не была наглая ложь, окей, это не было так, что я профи. Меня спросили, умеете ли вы водить машину? Я сказала, да, немножко, но я справлюсь. Это я знаю, что Ксения Рапопорт приблизительно также получила роль в итальянском кино. Она же сказала, что она говорит по-итальянски. Идеально владеет, да. Ее научили однокурсники какой-то одной фразе, которая переводится как «да, конечно», и сказали, тебе надо все время повторять только эту фразу, что бы тебе ни сказали. Си. Да, конечно, да, конечно, да, конечно. Вот и все, да, конечно. И везде, главное, видимо, идеально совпадало. Да, да, везде, наверное, на пробах, где тебя как-то интервьюируют, плюс-минус в 60% ответов она попала. И была утверждена. Да. А потом выучила итальянский. И, кстати, прозвучало очень в Италии с этим своим фильмом. Вот видите. Это кино, август 8-го, оно было посвящено, собственно, суть его, невероятно интересный принцип, кто его не видел, я скажу, что это про наш конфликт с Грузией тогда. И он сделан глазами ребенка, и в этот сюжет потрясающе совершенно мотивированно вплетены всякие там компьютерные персонажи и так далее. Это, конечно, просто очень интересный взгляд. Но мне показалось, что это кино в каком-то смысле было про пиар и про то, чтобы попытаться выйти на мировой рынок с какой-то нашей правдой даже отчасти российской страны. Это не удалось? Ну, у нас вообще с пиаром каким-то в глобальном смысле, как мы уже с вами начали немножко обсуждать про кино, про артистов, но и как бы в каких-то более значимых масштабах это слабая зона. Все, что касается пиара, мне кажется, у нас страдает. Как тебе кажется, мы не попали с этим фильмом, который в полной мере претендовал вообще на то, чтобы попасть в какие-то там, мировые списки и быть интересным хотя бы по этому подходу, потому что не было достаточно поддержки со стороны государства, потому что мы не лоббировали свои интересы. Почему у нас происходят такие обломы именно в вопросах пиара? Я думаю, что просто много лет никто не пытался этим заниматься, этот институт давно забыт и люди пытаются как будто каждый раз заново это все делать, потому что это не может случиться вот так. Люди должны научиться продавать в том числе имидж своей страны. В этом нет ничего плохого, но мы это делать не умеем. Так же, как артисты и вообще русские люди тоже очень часто не умеют себя преподнести, подать. Наверное, это что-то связанное с какой-то скромностью, А которое ты не раз вспоминала. Да, но и, соответственно, из всего этого складывается какая-то вот такая большая общая проблема, что нам неловко себя выпячивать, может быть, где-то вот именно в медийном пространстве. И не умеем. Почему не умеем? Я не знаю, правда. Но это жалко. А было ли как-то очевидно, что, скажем, западный мир не принимал это кино и говорил, что нет, нам эта повестка неинтересна, нам тема неинтересна? Или как? Я не знаю. Над этим кино на самом деле много работало в команде иностранцев. Это были голливудские монтажеры, ребят, которые занимались сведением звука, и им все было очень интересно. Может, им, конечно, за деньги было очень интересно, они получали зарплату. Естественным образом, да. Но они были очень вовлечены в процесс и в историю, и это было максимально классно. Что касается того, что зрителя какого-то мирового этот фильм не нашел, не знаю, было ли это возможно. Ну, мне кажется, а почему бы и нет? Вот я пытаюсь проанализировать, потому что опыт этого фильма, это что называется самый настоящий блокбастер, вот именно по мировым стандартам. И когда ты его смотришь, даже сегодня, спустя, в общем, уже приличное время, а сегодня все очень быстро меняется, все тенденции и так далее, ты смотришь, думаешь, как это классно сделано. Это такой метод какой-то очень необычный, это лихо, ну, просто по самому методу лихо. Я думаю, как же это нам удается, вот какие-то такие даже крупные наши победы, скажем, как они так быстро у нас обнуляются или почему они у нас так не звучают? Что происходит? У нас даже есть продукт, а почему, вот я пытаюсь, понятно, что, может быть, ты не на все вопросы мне можешь ответить. Да, мне тут в этом смысле моего, там, не знаю, актерского образования и актерского опыта не хватает, чтобы это объять. Я просто очень люблю это кино и до сих пор, кстати, получаю какую-то теплую обратную связь. А что касается нашего зрителя, кстати говоря, как по меркам там, не знаю, нашего кинематографа, как казалось, кино было успешным или оно провалилось? Или оно было средним? Я не помню, я рожала ребенка, когда была премьера. Но ты уже его родила, когда была премьера. Мои деньги были в другом банке, там ребенку было недели две. Да, 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 я тоже для себя отметила. когда вышел фильм. Мне казалось, что он довольно успешно прошел. Но тогда страну трясло и не всем было до кино. А тогда трясло почему? 12-й год, Болотная площадь. А вас обвиняли, когда он вышел в пропаганде, в том, что вы работаете на государстве? Меня нет, точно. Я не знаю, были ли какие-то какие-то вопросы к Джанику в этом смысле. Может быть, в интернете где-то и обвиняли, как мы уже выяснили. Я просто это не читаю. У меня спустя годы состоялся разговор с грузинским одним блогером на предмет. Ну, как же вы могли? Ну, мы замечательно поговорили, он меня понял, услышал, понял. Классный был разговор. А что он услышал и понял, какой был твой аргумент? Что точка зрения, которая тебе не близка и с которой ты не согласен, все равно имеет право на существование. А как тебе вообще кажется, вот эта сегодняшняя такая поляризация актеров, который может ли актер выбирать вообще работу, исходя из своей политической точки зрения? Должен ли? Считаю, что актер должен выбирать работу в первую очередь основываясь на рэперных каких-то точках в профессии. Что я имею в виду? Если это хороший сценарий, если он хорошо написан, значит, у тебя будет хорошая работа, у тебя будет хорошая роль. если там есть что-то, с чем ты категорически не согласен и не можешь себе позволить такой текст произносить, ну, конечно, честнее от этого отказаться. Либо ты можешь поговорить и там, не знаю, попытаться выяснить, чего от тебя хотят в данную минуту, хотят ли тебя использовать как рупор какой-то пропаганды, или вот вы все-таки занимаетесь творчеством. Мне кажется, в каждом случае, в каждом кино это очень индивидуально. Есть ощущение, что сегодня вообще искусство стало очень политизированным? Стараюсь думать, что нет. Ну, стараюсь думать, стараюсь выбирать себе работу так. Хочется творчеством заниматься. Когда ты снималась в августе восьмого, вы, собственно, развивали ли ваши отношения с Джаником на фоне съемок в этом кино? Не было ли каких-то предостережений? Потому что ровно такая же ситуация, ровно незадолго до этого произошла на фильме «Турецкий гамбит». Актриса Ольга Караськова, главная героиня этого фильма, снималась, с нее тоже были отношения с Джаником, и в результате по финалу съемок в этом фильме родилась дочка. Я ни с кем не советовалась. А если бы мне кто-то что-то и говорил, я бы никого не слушала. Ты доверяешь своей интуиции? Наверное, и с чувством с вами доверяю очень. А что касается твоих родителей? Как они отнеслись к такому решению? Никак не артикулировали мне свое отношение, уважали меня как взрослого самостоятельного человека. Я думаю, что они за меня переживали, подозреваю. Подозреваю, что не показывали мне, как они переживают, за что я им страшно благодарна. А почему это не принято было вашей семье показывать друг другу подобного рода переживания? Ну, советоваться точно не было принято. Наверное, с моей стороны я никогда ни с кем не советовалась. Так что по поводу личной жизни или почему не советовалась? Не требуется? Не требуется, у меня нет запроса такого. Наверное, если бы я пришла с запросом «Помогите, что мне делать?», наверное, я бы получила какой-то совет. Я ни в чем не сомневалась. У тебя родители были в разводе, как я понимаю. Причем с раннего твоего возраста. Они развелись, когда мне было 6 лет, но фактически они расстались еще раньше. Потом были какие-то малоуспешные попытки, видимо, спасти брак. Но вот когда мне было 6 лет, они развелись. Но у тебя при этом сохранились отношения с мамой, с папой? Да, с папой они, к сожалению, получились менее близкими, чем могли бы получиться. Я так понимаю, что мои родители были довольно юны, когда расходились. И тогда еще не было в какой-то такой общей практике экологично расходиться. Они не в очень хороших отношениях расставались. Что, конечно, всегда сказывается на детях. Всегда. А как это сказалось на тебе? Я не очень не очень много времени проводила с папой после того, как они развелись. И когда ты выросла, ты не попыталась исправить эту ситуацию? Мы исправили эту ситуацию. С какого-то момента мы стали гораздо ближе общаться. И я очень рада, что в последний год его жизни мы общались довольно плотно. Все равно не так плотно, как, наверное, могли бы, но гораздо ближе, плотнее, теплее, чем вообще на протяжении всей жизни. Папа совсем недавно покинул этот мир и как я понимаю, он давно болел? Недавно. Он болел один год, три месяца и пятнадцать дней с момента постановки диагноза и до его ухода. То есть там сразу как-то все было совсем нехорошо. И я очень благодарна своей мачехе что она уговорила папу сказать нам с сестрой, что он болеет. Он не хотел говорить никому. Почему ты благодарна? Потому что это подарило нам год очень теплых и близких отношений. То есть если бы вы об этом не узнали, вы бы вряд ли сделали такой шаг на встречу? Нет, мы общались все это время и сестра даже в какой-то момент ближе, чем я общалась с папой. Но все равно у всех дела, у всех работа. Мой папа всегда был невероятно занятой человек и путешествовал много. Я все время в разъездах и ты как-то не находишь времени для того, чтобы там съесть, поговорить. Я рада, что мы его нашли. А что ты почерпнула за этот год? Много узнала нового про папу, про своего интересного, в том числе про свое детство, в том числе про расставание родителей, какие-то такие, когда-то всю жизнь кино смотришь глазами одного героя, а потом тебе, как часто это в кино бывает, показывают все те же самые события глазами другого героя. И ты думаешь, ого, ничего себе. Ты похожа на своего папу? Очень. Я вся из него сделана. Твоя сдержанность тоже от него? Нет, как раз от него у меня вспыльчивость, которую я так научилась маскировать. Да, я очень вспыльчивая. Да, об этом вообще невозможно догадаться. я очень вспыльчивая и упрямая тоже в него. Последний московский кинофестиваль ты опубликовала в инстаграме в запрещенном России. Значит, с ним как-то переодеваешься в машине для того, чтобы приехать на кинофестиваль. Это дико забавно, мне это очень нравится, этот контраст перед вот этой роскошной красной дорожкой, на которой ты всегда, кстати, блистаешь и выглядишь роскошно. Ну что, туда ты, значит, бриллианты и длинное платье надевала в машине? Нет, я уже сразу ехала в платье, оно было не длинное, переобувалось. Переобувалось. Из кроссовок в каблуки. А что такое? Не было времени до этого? Я застряла в пробке. Ну, во-первых, просто я... Ты ехала сама за рулем или все-таки авез водитель? Нет, меня вез водитель, но я просто, если есть возможность походить без каблуков, я до последнего похожу без каблуков, чтобы потом надеть каблуки и какое-то время провести на них. И я застряла в пробке, переобулась и пошла пешком. Там оставалось уже не так много идти, но пошла пешком. И что, по дороге? Было несколько селфи или нет? Нет. Ну, как-то кинофестиваль же, когда там... Был какой-то кинофестиваль, когда открытие совпало с репетицией парада, и все артистки ехали кто на метро, кто на электросамокатах. Я думаю, что уже люди наши на улицах такого нагляделись, уже их не удивить просто женщинам. Вопрос о пиаре просто, да, нашим. Не удивить, да. Слушай, но вот этот кинофестиваль, он был довольно грустный с точки зрения «Красной дорожки». Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что по-настоящему звезд узнаваемых было не так много. Было огромное количество людей, которые выложили просто свои фотографии в длинных, роскошных планах. Это как Каннский кинофестиваль. Иногда мы понимаем, что там кто этот человек, но он каким-то образом получил приглашение на него, и это, собственно, такое отдельное, другое развлечение. По-настоящему основаемых звезд очень мало. Ты это ощущала, как некую особую атмосферу? Нет, не ощущала совсем, поскольку я, что называется, была там по работе, поскольку я была в жюри, и мы как-то вот своим отдельным фронтом, да, там существовали, поэтому у меня не было возможности это проанализировать, но не знаю, может быть, если бы я не была в жюри, может быть, и меня бы не было на красной дорожке. Не потому, что меня не позвали бы, а может быть, потому что, ну, не было бы настроения. У нас сейчас происходит в последний год невероятные события с точки зрения проката в отсутствии конкуренции, которая у нас была раньше, и в отсутствии такого изобильного предложения от американского кинематографа, именно от американского, скажу я, потому что мне кажется, что у нас там европейское кино не так активно было представлено. У нас вот как-то фантастически прозвучал в самом начале 23-го года «Чебурашка», который собрал какие-то немыслимые, сумасшедшие деньги в прокате. Фильм «Вызов», по-моему, прекрасно тоже. Что чрезвычайно важно для развития кинематографа, с одной стороны, с другой стороны, мы все понимаем, что это происходит в отсутствии яркой конкуренции. Как ты к этому относишься? К этому явлению новому, что вот ребята собирают такие, такую успешную кассу? Нет к этому, опять же, специального отношения никакого. Это так, как есть. Наверное, для нашего кино это здорово, что кино может столько заработать. Понимаем мы, что в этом есть доля вот такого случая? Конечно, понимаем. Есть, как есть. Но фильм «Холоп» того же Клима Шипенко вполне себе конкурентоспособный. Конкурент на середе, да. Времена собрал совершенно сумасшедшую кассу. Это значит, что все-таки это чистый успех. И я думаю, что фильм «Чебурашка» наверняка может быть не такую цифру он собрал бы при наличии конкурентов. Но я думаю, что он все равно бы собрал. Как тебе кажется, какие вообще перспективы сейчас у нашего кино? Сейчас... Кто бы мне рассказал? Я очень много про это думаю и тоже пытаюсь у всех спрашивать, как и что. что будет? Что будет? А что будут снимать? А будут ли снимать много? А будут ли что? Снимать только комедии? Или что? Или как? У всех очень разные версии, у всех очень разные ощущения происходящего и почвы под ногами, и каких-то перспектив. Поэтому вот там, не знаю, я на последний год забурилась в театр. Это было моей отдушиной. Я много чего пыталась сделать в театре. И поэтому рада, что он есть. Это позволяет мне не на все темы рефлексировать, а как-то, ну вот, будет день, будет пища. Ты работаешь в театре «Современник». Работаешь там тоже уже приличное количество лет. «Одиннадцать». Для тебя удар, что есть часть артистов, которые уехали из нашей страны сейчас? Ну, это точно удар для театра, потому что я считаю, что незаменимые бывают. Не со многими я поддерживала какие-то человеческие отношения, чтобы это там стало моей личной потерей, что вот был человек все время рядом. Мы могли дружить, разговаривать, и он уехал. С кем-то из уехавших, с кем у меня были какие-то человеческие, связующие, всякие, мы продолжаем общаться. Но потеря любого талантливого человека для театра — это потеря. та возрастающая идеологическая, я бы сказала, часть в нашем обществе, когда мы начинаем разделяться очень сильно, не только, ну, как бы, политизируемся очень сильно по вопросу, кто за, кто против, кто патриот, кто не патриот, кто как к чему относится, кто какие делал высказывания. Насколько тебе кажется это опасным для творчества? Мне кажется, для настоящего творчества, так же, как и для настоящей дружбы, и для настоящей любви, все это может стать неважным. Ну, в том смысле, что если ты человека любишь, то ты можешь остановиться где-то, где-то его остановить, чтобы вы не разругались, подрались там, я не знаю, и так далее. Для меня невозможна ситуация, когда, например, родственники с разными позициями не общаются друг с другом. Сейчас это сплошь и рядом. Значит, что-то было потеряно уже давно в этих отношениях между этими родственниками, а это только катализатор. Значит, нет близких отношений. Невозможно, когда отношения по-настоящему глубокие, близкие и доверительные, ни из-за чего разругаться на идеологической почве, на мой взгляд, невозможно. Так же, как и с настоящими друзьями. У тебя есть сейчас примеры, что ты была бы с кем-то абсолютно на разных позициях и при этом сохраняла отношения? Да. Это иногда стоит усилий, чтобы обходить эти точки? Для меня нет. я очень хорошо понимаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И всё, что даже моё супер-важное, супер- какое-то ценное для меня, если я вижу, что оно противоречит чьим-то убеждениям, и что ещё чуть-чуть и я сейчас своим напором сделаю больно, я тут же останавливаюсь. У тебя нет искушения переубеждать человека? Абсолютно никакого. У меня нет иллюзии, что это возможно. Потому что каждый человек думает, как он думает. Каждый человек живёт в плену своих когнитивных искажений. И все мы из разных детских, у всех разное представление о прекрасном, и никому-то своё представление о прекрасном никогда не сможешь не то, что навязать, а даже транслировать его, честно говоря, не очень можешь. Почему? Потому что мы по-разному даже слова понимаем? Конечно, потому что как только ты обличаешь что-то в слова, это всё равно не то, что ты чувствуешь, а человек со стороны вообще в этом что-то третье увидит. Ты снималась в Триггере, и это один из первых сериалов, который запустил вообще-то модную тему нынче таких вот сейчас про психологов самого разного толка. Устала жить с человеком, который готов сесть в тюрьму и плюнуть на все наши отношения только для того, чтобы доказать кому-то, что он крутой психолог. Есть триггер, есть псих, когда уже мы были первыми. Да, мы помним, что вы были первыми. Но при этом ты отличаешься удивительным качеством для современной девушки, потому что ты говоришь, психология не очень тебя не интересует, ты не собираешься ни с чем разбираться у психолога, то есть сейчас так бережно и трепетно относятся к этой теме, а ты говоришь, нет, почему? Я очень уважительно отношусь к этой теме, как и ко многим другим, у меня нет потребности. Ну, то есть просто из любопытства я общалась с психологом для работы над вторым сезоном триггера. Вообще, мне кажется, что это полезная практика разбирать свою роль с психологом. Роль, но не себя. Роль. А себя у меня запроса нет. Ты в порядке? Мне кажется, да. Все, что я испытывала, у меня хватило сил разобраться самой, да, разобраться самой, поговорить с друзьями, поговорить с мужем, у меня, наверное, муж выполняет функцию моего психолога. Я думаю, что часто так оно и есть. Но мне кажется, что и друзья помогают. А как так сложилось, что у тебя муж выполняет эту роль? Потому что он старше тебя, опытнее? Наверное, поэтому, ну и вообще, в принципе, он очень хорошо меня чувствует. Я думаю, что тут даже опыт ни при чем. Хотя и он, наверное, важен, но я думаю, что просто, когда человек тебя хорошо чувствует, он может тебе помочь в себе разобраться. А для тебя это вообще такова модель отношений мужчины и женщины, что должна быть абсолютно доверительной, что, ну... Я чувствую так. Полное взаимопрониковение? Наверное, да. На данном этапе своего там жизненного существования и там женского какого-то состояния мне это только так важно. Для меня только так может быть. Джаник знает о тебе абсолютно все. Думаю, что да. И ты о нем тоже? Не уверена. У меня нету потребности как бы это проверять. И как-то... Но у меня есть такое ощущение. Угу. Ты недавно снялась в фильме Валерия Гагерманики и говоришь, что на съемках августа 8-го тебе пришлось бросить курить, а на съемках обоедное согласие в 22-м году ты закурила. А что такое было на этих съемках, что тебе пришлось закурить? Мы с Лерой поругались в первый же день. Отлично. Встретились две женщины сильные. Так. Прям в первый же день и поругались сильно. Я была уверена, что я не буду сниматься в этом кино. Я несколько дней не разбирала чемодан даже. Я думала, что я сейчас улечу. А что, можно как-то пояснить, в чем была причина? Я там отстаивала свои какие-то личные границы. Лере казалось, что я претендую на что-то большее, чем личные границы. Продюсер нас не могу сказать, что помирил в этот первый день, но как-то он нас успокоил. Ну и вот я занервничала, взяла у него сигарету и закурила. А потом еще героиня курит и роль тяжелая. А тебя тема волновала, что это слишком критическое состояние человека исследуется. Что тебя так мучило? Я не думала, я правда довольна этой своей работой, но я не была уверена, что я смогу быть достаточно откровенной. Настолько, насколько этого требует история и настолько, насколько этого всегда требует Лера. Но мне работалось тяжело, но радостно. Это очень важная для меня работа, и Лере я очень признательна по тому, как она меня через эту работу провела. Но в целом это кино, оно, я понимаю, что Лера очень талантливый человек, и она берет, я думаю, так сказать, работы те или иные, не исходя из повестки той или иной, но так или иначе получается, совпадают с современной повесткой, потому что это кино про абьюз, про изнасилование и так далее. Но в том числе это кино про то, как легко обвинить невиновного человека. Поэтому Лера никогда не взялась бы за что-то однозначное. Там история с твистом, с перевертышем, и я думаю, что именно это было важно Лере. А для тебя вся современная повестка, которая есть, она представляет интерес? Вот такие крайние его точки. Мне как раз кажется, что вот в этом кино показано ее отношение к этой повестке. Все может быть очень по-разному. Повестка есть, прецеденты есть, но люди врут, люди много что используют для достижения каких-то целей или просто для кликабельности своего имени. Все очень непросто. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В этом году Джейн Депп на Каннском фестивале ему устроили овацию, он, так сказать, вернулся вновь в мир большого кинематографа. Компания Диор, по-моему, подписала с ним заново контракт. Самый большой контракт в истории Диор. Именно. Какое это впечатление произвело на тебя? Я очень рада за него. Я за него очень рада. Потому что в силу профессии, наверное, я сразу видела, что он не виноват. ты была его сторонницей. Да. Я просто видела, что она врет. Ну, это же видно. Ну, я вижу такие вещи. Просто потому что меня по профессии учат врать, притворяться и изображать. Иногда я делаю это максимально убедительно, но даже когда другие люди врут убедительно, я вижу. мне было отвратительно то, как его приветствовали на Каннском фестивале. И скажу тебе, почему. Почему? Потому что мне кажется, это диким лицемерием по отношению к тому, каким он. Он всегда был собой. И это было постыдно подвергать его отмене. Как и постыдно так отменять отмену. это была его частная история, его частной жизни, в которой он бы разобрался сам. И он мог поступать как угодно. Это не имело никакого отношения к его профессиональным данным. И для меня то, как весь мир восхищался тем, что смотрите, как Джонни Деппа обратно вернули. Это было так мне омерзительно. Я радовалась, что он себя отстоял. И он же и сам потом сказал, что он с Голливудом больше не собирается иметь никаких отношений. Он не будет возвращаться в голливудское кино. Ну, так он сказал на данный момент в своей жизни. Мне это очень понятно. Но то, что он сохранил себя, то, что у него это получилось, даже у Кевина Спейси получилось, но он с большим трудом возвращается в профессию. И с огромными потерями. И с огромными потерями. И с гораздо большими, чем этот слой. И финансовыми, и репутационными, и так далее. А здесь я радуюсь. Я рада. Да, вы правы, абсолютно. Это страшное лицемерие. Но вот я рада, что вот так у него получилось. Ты рада торжеству справедливости, словно говоря. Да, да. Как тебе кажется, в нашем обществе это, в принципе, возможно, это свойственно любому человеческому обществу вот так затравить, а потом принять решение об отмене травли? Мне кажется, у нас была бы невозможна отмена отмены. А, то есть у нас была бы возможна травля? Даже если бы человек сумел отстоять себя, этого нигде не было бы в публичном поле. А, ну, не виноват, не виноват, ладно. Ну, уже же все так его обвинили, что уже никто потом не будет. У нас бы не хлопали ему так. А тебе близка современная тема феминизма? Отстаивание своих прав женщин? Скорее, нет, чем да. Ну, я не чувствую потребности что-то отстаивать. Тебе достаточно прав. Мне достаточно, да. Я очень благодарна всему фемдвижению, которое было до меня, за то, что я могу работать, учиться и так далее. Мне это очень нравится. Голосовать. Голосовать и так далее. Но я не считаю, что мои права в чем-то ущемлены. Твоя семья очень традиционная? Наверное, наверное, да. В этом смысле у тебя и муж более старше, и, так сказать, он лидер семьи. Абсолютно точно. И ты за мужем. Да. Тебя эта конструкция семьи устраивает? Очень. Она тебе кажется гармоничной? Ну, в нашем случае точно да. И моим потребностям женским, душевным это очень отвечает. безусловно мы партнеры. Безусловно любые решения они принимаются коллегиально и так далее. Может быть муж мне дает такое ощущение, значит он мудрый человек, да. Мне нравится такая модель отношений. Ты написала в своем посте в этом году, что мне 37, да по ощущениям 73. Это была шутка? Какой-то был тяжелый момент очень тогда. Ну и вообще тяжелый был год и конкретно вот тогда в день рождения, господи, что же было до этого? Ну как-то было, как-то так ощущалось. Но многие люди уже ухитряются тебе сказать, что они выросли на твоих фильмах. Ой, да, это ужас какой-то. Так было страшно. Почему? Нет, страшнее еще всего видеть, как дети, с которыми ты снималась, уже дядьки и тети, и уже закончили институт, и уже да. То есть все предупреждения о том, что жизнь быстрая, оказались более чем справедливы. Она гораздо быстрее, чем меня предупреждали. Очень стремительная. Тебя пугает возраст? Пока нравится. Есть какие-то опасения, что, условно говоря, но вот когда мне будет 50, тогда я, конечно, загрущу. Не знаю, может, я и раньше загрущу. Я же все так, я очень люблю свою работу, поэтому свой возраст я накладываю только на свою профессию. и мне всегда казалось, кто-то говорил, и где-то я читала, что золотой век женщины-артистки, он вот до 35. А дальше почему? Почему? Нет драматургии после 35, нет сценариев почти после 35. Они только-только начинают появляться. Это тоже то, что я хотела с тобой обсудить. Они уже начали при мне появляться. Потому что это был просто такой довольно жестокий и очень сегрегирующий такой аспект восприятия аудитории, который говорил, я хочу смотреть на любовную историю молодой красивой женщины. Что мне там проблемы после 50? Там, конечно, жизнь, наверное, тоже есть, но мне это вообще неинтересно. Она уже какая-то в морщинах, какие-то взрослые дети. Какие у меня там любовники могут быть или любовные линии? Да это никому неинтересно. 35 до 35. Вот это милое дело, понимаешь? И, по сути дела, это тоже в каком-то смысле пересекается с той повесткой, которую сегодня двигают феминистки отчасти. Ты вот их поблагодарила за все. Может, они недостаточно еще сделали что-то для нас? Ничего, мы сами справимся. Появляются хорошие истории. И вот у меня сейчас там в мои 37 истории мне предлагаются гораздо более интересные. Чем когда ты была голубая героиня? Чем когда мне было 20. Конечно. Безусловно, это уже благодаря какой-то известности, медийности и так далее. Но и тот факт, что эти истории стали появляться. Я смотрю на своих коллег, кто уже чуть дальше шагнул, чем я на этой возрастной линии. И я вижу, какие у них интересные есть роли тоже. Какие глубокие, какие классные. Но ты еще, кстати говоря, приводила пример сериала «Большая маленькая ложь», который мне даже очень нравится, в контексте того, что это сериал, который спродюсировали сами актрисы. У нас такого опыта, как я понимаю, нет вообще. Но начинается уже сейчас по чуть-чуть. Правда? Вот может быть, я чего-то не знаю. Расскажи мне, пожалуйста, кто такое делал. Ну вот Паулина Андреева тоже. Она шоураннер проекта актрисы. Она же там сама не снимается. Сама не снимается. Вот. Меня вот это интересует, что вот могла бы, да. Вот эти просто девчонки, которые собрались, они спродюсировали, сами себе придумали работу, по сути, и сделали очень крутой сериал. Ну, эта продюсерская компания Риз Уозерспон, она существует уже очень много лет. И не в каждом фильме своей продюсерской компании она снимается. Тут, видимо, все совпало. И совпало, правда, круто. Очень. Если бы ты делала историю про современную российскую женщину, если бы тебе предоставили такую возможность вот хотя бы прикинуть, о чем бы ты хотела рассказать? Наверное, это было бы что-то оптимистичное. Наверное, я бы хотела бы рассказать, что быть женщиной в нашей стране это сложно, но все равно классно. А почему сложно? Потому что быть женщиной вообще сложно. А почему ты сказала в нашей стране? Потому что в нашей стране, мне кажется, это чуть более сложно, чем в каких-то других местах. я сейчас не беру какой-то восточный мир, где права женщины, про них никто и не слышал. Я беру просто ситуацию с нашей большой страной, где женщина очень часто тащит на себе семью одна, детей, работает на трех работах, при этом выглядеть как-то пытается достойно. Мне кажется, быть женщиной непросто. Ты маленькая, всего 160 сантиметров. Ты никогда по этому поводу не переживала? Никогда. Почему? Почему-то надо. Ну, то есть никто не... Когда я узнаю, что кто-то переживает на эту тему, я понимаю, что, может, я что-то надо было переживать, а я не переживаю. Отлично. Какой у тебя вес? Где-то сейчас 43, наверное. Ты сидишь на диетах? На диетах не сижу, но периодически себя в чем-то ограничиваю. В чем? В сладком и в мучном. Моника, Белуччи тебе кажется очень большой красоткой? Да. Никольки, мне кажется красивой. Не мой тип красоты, но я понимаю, почему ее считают красивой. Кто для тебя самая красивая публичная персона? Женщина. Ну, Дрихабер, наверное. Самый дурацкий слух о тебе? А они есть? Ну, про себя. Когда про себя слышишь какой-то слух и думаешь, господи, ну, надо же, какую глупость придумали. Либо все, что я про себя читала правда, либо настолько полная чушь, что даже не осталось. Окей, поговорим об этих слухах. Пластика, ты ее делала? Вот и началось. Считаю, что женщина не должна про это говорить, а другая женщина не должна спрашивать. Почему? А потому, что любая женщина имеет право выглядеть так, как ей хочется, ни перед кем не отчитываться. Отлично. В целом, как относишься к пластику? Очень положительно. Профессия обязывает к этому или в жизни тоже вполне положительно относилась к этому? Мне кажется, что это может решить какие-то проблемы, а если это так, то почему нет? Ровно потому, что каждая женщина может выглядеть так, как ей хочется. Мой последний вопрос, потому что уже все исчерпаны, все временные лимиты. в 2024 году будет 20 лет, как ты снимаешься в кино. Какой кошмар. Вот такие безумные цифры. Но вот только потому, что можно сказать, что это красивые цифры и так далее, я хочу тебя спросить, ты ощущаешь себя звездой? Нет. Не знаю, что это такое. Критериев-то нет. Если бы мне кто-то сказал, что звезда это когда вот там столько-то наград. А ты же понимаешь, что там Анжелина Джоли звезда? Понимаю. ощущаю это про нее. И Николь Кидман звезда. Да. Почему ты не звезда? Ну, это кто-то, наверное, со стороны должен про меня сказать. Я не думаю, что сама Николь Кидман говорит про себя я звезда. Она артистка, она профессионал, она хорошо делает свою работу. Это то, что она... Я сейчас за Николь Кидман рассказываю, что она там делает и думает. Также я могу себя только с этой точки анализировать. Что да, я работаю, что-то я делаю иногда даже лучше, чем другие, а что-то я делаю хуже, чем другие. И значит, это повод над собой потрудиться. Ты знаешь, что твой ответ на самом деле мне в каком-то смысле отвечает на вопрос, почему у нас с институтом завелся не очень хорошо. Проблема. И почему, может быть, у нас проблемы с пиаром. Потому что сами артистки себя так не ощущают. Может быть, это какая-то такая ментальная особенность? Что-то это, да, такое исконное. Что сказать про самого себя, что я там как-то крут, прекрасен, нехорош, сложно. Тот, кто рискует это говорить, редко соответствует этому критерию. А тот, кто на самом деле соответствует этому критерию, он говорит, не-не-не, я просто работаю, я профессионал, я просто там каждую следующую работу делаю честно. И все. Ну, я не знаю, мне кажется, что про себя даже там, не знаю, самый лучший токарь на заводе, да, он знает, что он самый лучший токарь на заводе, но как только он сам начнет себя так позиционировать, я думаю, что довольно быстро он просто какую-то будет улыбку вызывать и так далее, а не серьезные к себе отношения. Пусть другие говорят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова